Я думаю, очень большое число жителей города возмущены и уже устали от постоянных взрывов, постоянных хлопков. И скажу больше, вот многим ребятам, скажем так, из нашей организации, ну вы знаете, есть такой пост военный седневный, и так плохо ребята ночью спят, а еще ощущая рядом вот эти взрывы, ну это невозможно. Лично был свидетелем, несколько дней назад маленькие дети носили петарду под коляску с грудным ребенком. На мой взгляд, на наш взгляд, эта проблема не в ребенке, который купил, а проблема в тех людях, которые незаконно продали биотехнические свитства несовершеннолетним детям, что, на мой взгляд, неприемлемо. Именно поэтому приняли такое решение наша организация плюс молодежный союз ОПЗ «Энергия» провести вот такую акцию, просто зафиксировать, пригласили телевидение, пригласили вас зафиксировать, по факту вызвать, скажем так, соответствующие органы компетентные, которые бы зафиксировали это нарушение, и в процессе, скажем так, отчитались перед нами, перед вами, перед всеми жителями города о проведенной работе, и какие меры были приняты в связи с нелегальной торговлей биотехническими средствами. Есть соответствующая рекомендация Кабинета министров о запрете использования, а тем более продажи, таких средств. Поэтому этот вопрос в преддверии праздников, скажем так, обострился, и мы решили провести вот такую вот акцию. — Конкретно каких средств? Есть какая-то градация по характеристикам взрывоопасных этих средств? — Ну, вы понимаете, или всё полностью запрещено? — Любые пиротехнические средства, фейерверки, салюты, шумовые и так далее, петарды, во-первых, они не должны продаваться с лотка на улице, они должны продаваться в специализированных заведениях, к ним не должно быть доступа несовершеннолетних, хранится в соответствующих местах, в соответствующих условиях, что категорически здесь нарушается, каждый из этих мест. — Вы уже проверяли другие магазины, к примеру, супермаркеты наши, в которых точно так же продают с пиротехниками? — Нет, я лично накануне этого подошёл к каждой точке, и как гражданин Украины попросил этого не делать, на что меня не восприняли должным образом. Я скажу больше, что даже в наших супермаркетах копейка, это всё продаётся, мы можем с вами зайти сейчас туда посмотреть, поэтому, вы понимаете, здесь, скажем так, нажива преобладает перед человеческим разумом. В полицию я дозвониться не смог, постоянно телефон занят. Накануне звонил в полицию по номеру 102, попал на центрального диспетчера города Южного, на что мне диспетчер сказал, что я могу проконтролировать своё обращение. Я пришёл здесь, стоял в течение часа, никакой реакции не было. — И сегодня вы поэтому решили... — Да, именно поэтому решили, так как наши правоохранительные органы не реагируют, поэтому решили вот уже своими силами привлечь, хотя бы привлечь внимание общественности к этому вопросу.